4 градуса у нас сейчас заводим догружаем машину так тут еще вот столько вещей это я все загрузил вчера с вечера но надо как-то сейчас еще все это более грамотный распределить так еще кстати всем ставлю воду это артемки это мне здесь термос с чаем настеньки и родиону бутылку пока короче машина греется я решил пополнить карточку автодора вот у меня на этот месяц короче есть скидка еще видите семь процентов вот но на балансе минус 421 рубль так как здесь пополнять вот так по моему блок так я хотела пополнить на 3 но потом решил что все таки я пополню на 2 500 вот так еще будет скидка семь процентов пополнить баланс так сумма пополнения чем мы делаем 2 2 500 давайте на 2 500 apple pay так а вот об физиономия считывает кстати почему лучше делать это заранее так как есть время когда он активируется в течение по моему 30 минут и если сделать это перед платником то есть вероятность что он у вас не прочитает у меня так было когда мы ехали сюда так что мы видим все видите две тысячи семьдесят восемь рублей а вот так вот видите уменьшение оплаты корректировка это так понял что так скидка возвращается в виде плюсиков спонсор данного выпуска магазин мини диван шикарный вариант для вашего ребенка все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик отличное решение для маленьких комнат и балконов диваны в наличии и доступны в день заказа также есть рассрочка доставка по всей россии и самовынос ссылку на инстаграме диванов оставляю в описании так все нас провожает мулька нас это готова сейчас пакуем мирончик а все пацаны давайте прыгайте ну хорош спасибо за все все давай так стой машина так что все мы выезжаем из подольской из кузнечиков зафиксирую время у нас девять пятнадцать четыре с половиной градуса за бортом мы кстати помочь краснодара тоже выезжали в это время когда мы ехали как не получается нас выехать раньше мы посмотрим дай бог за часов в 13 мы доедем так я построил маршрут смотрите ехать он нам пишет 15 часов тысяча триста двадцать километров но посмотрим там конечно есть ремонтные дороги еще обед еще заправки вот будет видно так ребят мы выскочили на м2 и первое что мы делаем мы заезжаем на заправку всегда здесь еще заправляемся нам нужен дизелек нужен полный бак здесь очень больший бак нам этого хватит почти до ростова так ребят смотрите заправился я на 4 400 у нас полный бак и хватит нам этого сейчас я вам покажу вот запас хода девятьсот девяносто шесть километров то есть этот бак 100 литров на 1000 км нам хватит чтобы нам попасть на м4 симферопольки мы вот сюда вот сворачиваем получается в сторону поселочка одинцово или это село одинцово вот не город не город который на мажайке ребята находится как говорю про него мне сразу пишет что одинцово в другой стороне вот и оттуда уже плавно попадаем на м4 и все говорится и прямо поехали вообще в октябре вот с этой датой ну 24 октября плюс-минус нас очень много что связывает например в том году мы уезжали тоже из подольска в сочи зимовать выпуск тоже можете посмотреть это было очень классно потому что она погода здесь в москве был чуть теплее а приехали мы вообще в плюс 25 это было очень-очень круто вот в позапрошлом году мы чем из турции до прилетали поза 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 прошлом году мы прилетали в это же время из турции здесь 1 ноября и здесь уже были заморозки минус 5 по моему снег лежал а в турции тогда было 25 позапрошлом в том сочи в позапрошлом вот а в девятнадцатом в это время мы приехали из крыма мы очень долго путешествовали по крыму и приехали только в это время и в этом году мы снова в это же время уезжаем из подольска только сейчас в краснодар но дальше посмотрим мы очень любим ездить путешествовать это будет видно куда нас дальше занесет артем короче сразу же себе разложил здесь целый офис забрал без бардачок и сразу занялся делом кстати кто не в курсе у нас трое детей вот там сидит родиончик вот сидит мирончик настенька и я вот так едем нас часто спрашивают как у нас детки вот сейчас ради он смотрит мультики потому что очень сильно прям расстроился что мы уезжаем и прям плакал и плакал этого решили чтобы он не будил самого маленького своим плачем дали ему телефончик посмотреть ну а темка вот занимается вот так вот рисует по цифркам так ну вот и смотрите мы подъезжаем как раз к шире вот был указатель москва налево направо к шире это собственно если 4 нам нужно направо всегда стоят поясните очень часто видишь стоят по этому в кризису здесь у нас отличная полоса разгона меняемся здесь я уже люблю поставить машину на круиз-контроль и ехать ни о чем не думал у меня для вас очень ценный лайфхак если вы хотите нормально сэкономить и проехаться на платнике то делайте это в будние дни в будние дни порядка 500 600 рублей вы сэкономите если вы поедете ночью то вообще сэкономите просто мощно а если поедете по транспортеру то еще дополнительная скидка и если вы например один раз в год катаетесь по м4 и у вас нету вот этого транспортера то его покупать не обязательно его можно взять в аренду вы только вдумайтесь за 5 рублей в сутки минимальная цена два дня то есть двое суток в самом начале на пункте взяли в аренду в самом конце на последнем платнике отдали его заплатили за и за него 10 рублей потому что так он сейчас стоит по моему еще 800 рублей ну и сами посчитайте сколько вам нужно проехаться чтобы его только окупить не всем это нужно не всем это выгодно вот если бы я знал что можно брать в аренду я бы конечно бы взял лучшему в аренду ну а вот как раз пункт центр продаж и обслуживания 100 метров отсюда перестраиваете заворачиваете вот в этот карман и приобретаете ли вы берете в аренду мы именно здесь и покупали наш оранжевый транспортер 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 вот нам это сейчас уже не надо мы проскакиваем и едем дальше так смотрите мы подъезжаем в первый пункт оплаты вот здесь какое табло смотрите первая категория 210 рублей будет у нас сейчас списано стран портер сейчас слушайте вот характерный сигнал будет нам куда ехать так у этого занято ну давайте вот поэтому поедем тогда крайне вот так вот подъезжаем открылась и все можно ехать снова возвращаем машину на круиз-контроль и разгоняемся ступинский район мы езжаем видите стала стоять воскресенье утро сейчас 10 минут уже 11 и движение плотное нет такой четкой свободы кстати вот это вот слева здесь можно отдохнуть такая птиковая зона и кстати на м4 достаточное количество вообще плотничок постоянно приходится оттормаживаться не могу ехать на круизе потому что то кого-то там обгоняем то кого-то тут посмотрите как плотно вообще удивительно походу пробок нам сегодня не избежать где-нибудь в ростовской области но посмотрим а еще я заметил что сейчас очень много стоит передвижных камер вот мы проехали девяносто один километр и на м4 я их уже штук 5-6 увидел прикиньте вот я сколько мотаюсь и те ни разу не видно такого количества за такой вообще отрезок больше скажу обычных вообще нет ну там одна стоит на по всем 4 и все тут четверг прямо понатыкали так и у нас вот смотрите первый пост дпс заезжаем выезжаем точнее из московской области и въезжаем видимо в Тульскую область и здесь всегда дежурят сотрудники слава богу нас не остановили едем дальше дальше у нас снова знак автомагистраль можно разогнаться машину поставить на круиз и посмотрите еще ребята какое плотное движение в сторону москвы через день происходит откуда столько машин ладно мы едем в Краснодар домой вы то все куда куда все едут девяносто ничего необычного просто фуры их много они друг друга обгоняют блин какой-то капец а давай быстрее друг так смотрите у нас знаки Воронеж 392 Ростов 958 километров ну вот здорово мы тысячу как говорится разменяли на Ростов это не может конечно же не радовать если вдруг кстати кому нужно вот после этого указателя прямо на дороге есть Бургер Кинг вот он и виднеется видите справа вот если кому нужно можно здесь перекусить ну а мы предпочитаем вообще на трассе есть в этих помпончиках так ну и смотрите вообще мы сами подъезжаем к второму пункту оплаты здесь нужно сбавлять скорость если вы едете по транспонтеру то вам вообще любой может любой окошечко выбирайте где наличка где неналичка не важно вам везде откроется что у вас флаг вам автоматически главное не забудьте если проезжаете вот в налик то сбавлять скорость побольше потому что они там затупливают и вот мы сразу сейчас шлагбаум видите проехали здесь есть вот такая зона парковки отдыха и стела тульская область все мы в тульской области ну а вот первые дорожные работы вот сейчас жесть была прикиньте еду значит я держу 130 аудюха летит наверное 160 наверно 150 и вот этот придурок просто резко берет и перестраиваться ауди в тормоз я должен в тормоз чтобы если что ауди дать возможность проехать ну конечно вот фуры фуры как то чё бы ни говорил это самые опасные ребята на на трассах не уважающие вообще никого мы короче едем уже час час пятьдесят час сорок пять примерно сделали один перекус но не останавливались у нас там есть сосиски в тесте вчера мамулька нам напекла в дорогу вот их полопали вот и продолжаем путь дети пока занимаются но надо им скоро тоже нужно будет спать а мирончик пока спит пока все идет нормально так смотрите пошел съезд на богородицк сразу у нас здесь предупреждение что весит камера на 90 и впереди виднеется это платник пункт взимания платы до воронежа нам осталось всего лишь 286 километров от ростова 857 пока у нас города не меняются воронеж ростов воронеж ростов больше ничего так смотрите дачу у нас будет 150 рублей получается сейчас должно списаться вон аж сколько пунктов достаточно широкий платник здесь видите справа парковочка есть здесь также можно приобрести ну вдруг например с этих краёв ехать и заезжаете на платник здесь покупаете либо как я говорил ранее берете в аренду залетаем на скорость 50 километров притормаживаем на 40 ну как обычно на 40 километров у нас открывается флагбаум снова выставляет на круиз контроль машину и поехали да кстати очень будьте внимательны если вы заходите с правых полос крайних да то видели сужение идет аж в две полосы и очень часто маленькие машины здесь вот залазят под фуры поэтому будьте внимательны вот покажу вам смотрите место отдыха висел знак вот видите вот так это выглядит лавочки и парковочка такая большая но это место без туалета то есть они есть прям такие качественные места где есть туалет ну правда в туалет очень сложно там заходить вот и где беседки с крышей ну такие по цивили чуть позже я вам покажу мы короче отъехали получается от москвы 254 километра и помните я нам показывал там уже все так серо было а здесь гляньте еще все вот эти осенние цвета разноцветные и совершенно сразу приятно ехать вообще вот прям классно одно дело в серости да а тут вот прям красота все вот эти осенние краски класс так 206 километров получается проехали и вот тут начинается ремонт и видимо делать расширение съезды но их прям очень много здесь движение уже стало поспокойней и нет пробок это конечно нам на руку вообще мне кажется здесь заторы должны быть едем такие что-то сходка бмвшников что ли 126 126 126 126 вот так вот видите куда-то едет колонна биви а тут нет вообще туалета кстати да хотели заехать на роснефть туалет в итоге здесь туалетов нету блин дебильные заправки такие где нет туалета так вообще мы так и не смогли сделать остановки заправок пока вопросе нету и мы сейчас подъезжаем к очередному платнику цена составит сто тридцать рублей на первый класс машину он такой узенький всего 6 пунктов вызывание плату скорость сбросить я разошелся все что всегда все автоматическом режиме вот центр продажи обслуживания так мы короче сделали остановку сходили в туалет все кроме нас не стала ходить и продолжаем путь давайте подведем итог мы проехали 306 километров чуть меньше трех часов двигаемся за бортом пять с половиной градусов ветер сильный и прям ледяной смотрите мы заезжаем в липецкую область такая стала интересная остановлянский район основан 1928 году и соответственно начало платного участка 315 километров по проехали посмотрите очередной значит платник все по стандарту здесь заезжаем в зеленую тут побыстрее пикс открылся с левого пути вот и все и собственно снова разгоняемся и едем если вы едете в первый раз то знаете смотрите здесь вот такие есть буточки видите сос то есть если вдруг у вас что-то случилось вы можете до них дойти и вызвать себе на дороге помощь также здесь висят информационные таблички в случае поломки нужно звонить комиссару звездочка 2044 по моему вот с мобильного телефона но помните другое что здесь не во всех участках есть связь бывает такое что нет ни интернета ни связи бывает там например только нет интернета у нас просто такой был случай мы там попали в дтп и хотели вызвать хотели объяснить где мы находимся и у нас ничего не получилось потому что ни у кого в пробке не ловил интернет а там мы ехали в июне когда в сторону юга была табличка через 80 километров помпончик нам это наверное рано возможно не рано так соблюдайте дистанцию 6,3 градуса у меня пишет 7 градусов так что у нас там по километражу Воронеж 131 Росток 704 километра немножко температура за бортом увеличилась сейчас 7 градусов и посмотрите здесь такие тучи а впереди виднеется солнце видно что там солнышко но не факт что сейчас мы в поездке застанем солнце возможно мы там уже будем когда будет закат например ну посмотрим так вот мы подъезжаем к очередному платнику 170 рублей здесь по-моему стоит он так-так-так-так резко что-то начали все оттормаживаться вот там фура тут фура сюда опять фура заходят посмотрите одни фуры так заезжаем смотрим отлично прошло разгоняемся как обычно в общем так вот видите здесь вот такие вот дорожные работы идут это так получается 418 км от Подольска 438 км наверное знак сейчас будет от Москвы сужение в одну полосу вот мы их получается проскакиваем но наверное в какой-нибудь денек здесь обязательно можно будет неплохо так встрять и идти потом хлопцы опять две полосы поэтому аккуратненько перед знаками что идет сужение сужение слушайте посмотрите какая красивая осень за 432 км от Подольска здесь еще листочки не все опали и можно ехать и наслаждаться осенней красотой так смотрите у нас вот такая вот пробка аж портовая короче и мы подъезжаем к платнику я не совсем понял конечно почему там пробка сейчас месяцами посмотрим ну вот вы можете заметить да что затор причем смотрите работают только 1 пункт 2 пункт и один лишь только пункт по транспортеру ага как это видите как все не знаю почему так потому что наверное его видите ремонтируют поэтому опа и хорошие дороги ваа видите сколько люди будут сейчас времени терять при оплате наличкой и в эту сторону друзья аналогично тоже пробка ну все а дальше вроде все нормально значит едем вот получается вот в этой безделушке вот есть вот такой плюс когда есть пробка по налику то конечно в автоматическом режиме проходить эти пункты оплаты это конечно по кайфу как минимум я думаю что здесь мы сэкономили ну минут 10-15 точно 10-15 минут сэкономить в дороге на каком-то участке сами знаете это может вылезти может вылезти в экономию в час а мы вместе с вами смотрите выезжаем из Липецкой области видите вот она опять такая же стелла и все дальше у нас будет другая область воронежская сейчас будем в нее заезжать а до Воронежа нам осталось примерно примерно километров 60-50 где-то так вот уже указать на что помпончик один километр вот и да вот видите мы въезжаем в Воронежскую область стоит слева крест спаси сохрани ну и такая вот большая стела Воронежская область и вот он помпончик мы думали что сейчас сюда заедем здесь перекусим но у нас спит Родион спит Мирон Артемка отказался спать вот поэтому едем дальше там посмотрим через сколько он будет другой проехали мы 452 километра 4 часа мы в пути и время сейчас у нас 13-15 так мы в Воронеже подъехали получается к платнику здесь вообще огромный широченный платник так выбираем значит полосу вот так пьем открылся здесь кстати прекраснейшая погода 10 градусов уже посмотрите солнышко простреливается это конечно может не радовать так Ростов по Дану платный бесплатный вот нам нужно держаться правее держитесь вот прям вот сюда это на Воронеж вот здесь вот правее вот так вот да у нас появился Краснодар Новороссийск новые города на дорожных знаках это не может не радовать так друзья и на вот этом платнике можно ехать с нормальной разрешенной скоростью вот видите знак 130 плюс 20 150 обожаю таких по моему 3 участка или 4 участка она в 7-4 вот надпись только в другую сторону видите Воронеж город воинской славы класс слушайте вот тут погодка уже приятная хотя казалось бы всего 500 км проехали а вот друзья слева идет параллель бесплатная М4 для отчаян ребят которые никуда не торопятся можно ехать там спокойно держа там 90 обгоняя и так далее но сэкономите две с половиной тысячи рублей это сто процентов не знаю как у вас расход упадет или наоборот увеличится ну и по времени не знаю наверное однозначно надо будет в два дня ехать нам конечно эта трасса не подходит хотя на самом деле я бы не против был бы экономить 2 500 а вот ребятки смотрите справа есть база отдыха зона отдыха где нормально вот здесь туалеты ухоженные парковка конечно поменьше есть еще эстакана кстати почти везде где вот видите так покажу везде где вот эти зоны отдыха почти везде есть эстаканы мне кажется это очень важно если вы едете на машине да все может произойти и очень супер что есть эстаканы Новороссийск 1000 Ростов-на-Дону 540 Павловск 127 вот так вот друзья мы значит подъезжаем смотрите опять пункт вызывания платы навигатор навигатор говорит держаться левее соответственно давайте будем держаться левее но вообще по-моему они там потом все соединяются непринципиально вот вот что так видишь там какой странный так нам нужна как всегда зеленая кабинка так так 60 50 40 открылась все по ехали так там я вижу стоят пипец пипецники так нам здесь надо ехать оказывается только 60 километров Каширский район заезжаем по платнику здесь 150 рублей по моему стоит проезд или 130 150 ну как стандартно как всегда парковочка это обслуживание вот и 8 пунктов оплаты заезжаем пик и едем дальше очень круто когда поднимаешься на холмы здесь вот такая начинается холмистая местность осень вот эти разноцветные видите деревья слева горы белые меловые их тут иногда копают но вот видели как-то ехали мел добывают смотрится очень клево вот как крымские только уменьшенная копия такой же рельеф интересный а ну вот видите вот там в холике трактор копает вот добывают мел мы подъезжаем смотрите еще к очередному платнику спустя 626 километров и здесь он по-моему самый дорогой 200 240 рублей будет стоить так туда нельзя сюда нельзя сейчас будем заходить тогда вот в этот так снижаем скорость все открылось посмотрите здесь такое широченное поле и висит знак я вот вижу 110 значит можно ехать 140 после старта мы проехали 666 километров сейчас время почти 3 часа дня пути мы около не около где-то 5 часов 35 минут за бортом десять с половиной градусов теплее мы сейчас будем искать заправочный комплекс чтобы сходить в туалет покушать потому что все помпончики которые были мы все проехали потому что все спали сейчас спит еще мирончик и до следующего помпончика аж двести с чем-то километр короче два с половиной часа еще ехать это аж почти в камень под шахтинском поэтому мы думаем что мы где-то сейчас здесь поедим у нас еда есть наверное даже сегодня в этой дороге мы вообще не будем заезжать никуда обедать наверно так вот сейчас вот очень хорошо видно м4 бесплатную видите как она выглядит одна полоса туда одна туда вот и фур конечно много и вот говорю если ехать на легковой обгонять конечно замучаетесь хотя вот сейчас едем я бы конечно ради прикола бы проехался бы по бесплатке посмотрел бы вообще сколько по времени выходит и насколько это геморрой не так знаете сравнение чтоб было я не знаю как кому но вот меня прям раздражает вот иду 130 вот резко передо мной хлопс вот скорость 80 кое-как причем за мной машин нету ты дождись пока я обгоню вот есть же у них какие-то виды объемники у них стоят чё почему а еще говорят профессионалы проводители профессионалы наберут по объявлению вот который раз убеждаюсь сколько я езжу по трассам вот сколько раз и убеждаюсь что вот там вот за рулем фур сидят далеко не профессионалы какие-то глупцы голубцы так ребятки семьсот четырнадцать километров пройдено здесь где-то когда мы проехали семьсот километров начинается вот такая полоса срезали асфальт вот и вы тут видите вся стыд техника видимо срезают дальше но смысл в том то что это как бы находится в глубине из пригорка вылетаешь и резко бьют все по тормозам поэтому очень очень аккуратненько нужно ехать быть повнимательней так ну вот видите да они срезают волосы короче вот сейчас едем богучар получается то есть проезжаем и вот впереди фуры и едут бпсники и вот был случай такой мы как раз по моему летом тоже ехали по трассе и вот они едут где ремонт дороги со скоростью семьдесят километров и собрали за бы хвост как только полоса начинается раздваиваться ее короче камрюха по моему начинает обгонять со скоростью семьдесят пять они сразу сирену включили и все и ее короче прижали и вот мы как раз проехали пост это мы въехали вместе с вами сейчас в ростовскую область самую такую которую никто не любит что мы в дядине сделали остановку просто вот так вот над нефти сходили в туалет перекусили едой которая у нас была и все и едем дальше рожом остановились мы буквально ну пять ну максимум десять минут навигатор писал что мы приедем в двенадцать сейчас смотрите что пишет в три тридцать четыре на самом деле просто и ростов стоит и перед ростовом пробки ну короче сейчас посмотрим здесь после дядины видите такая реконструкция идет расширяют дорогу здесь вот ложат асфальт я помню летом здесь все нахрен стояло сейчас вроде мы едем но есть другие участки где нам думаю что придется постоять так ну что я увидел роснефть сюда сейчас заеду залью у меня еще по идее на двести километров хватает значит топлива но я решил что нужно блин прикиньте я походу не залью а нет вот почему извините нету что за прикол ну ладно вроде все нормально есть ладно не пойму вообще так ладно вот видите у меня сколько осталось ну вон там на сто сорок шесть типа километров поэтому надо залить короче ничего не получилось потому что на одной висит идет слив а вторая рукоятка знаете вот этих хомутиками затянута зачем делать два пистолета и ни один не работает так а по километражу смотрите камень шахтинский 152 281 Ростов на Дону вот еще одна заправка роснефть я надеюсь что здесь сейчас будет работать дизель вообще на самом деле вот сколько ездим постоянно куда-нибудь заезжаешь и хлопс пишет идет слив идет слив и получается что вот на это отторможение потом заезд тоже тратится время прилично неужели если идет слив слив нельзя просто взять и выключить эту табличку что идет у них слив и не показывать что есть дизель логично же короче пока заправляется но я оплатил вот 2500 это получается у нас будет 50 51 литр по цене 48,8 здесь кстати вот подешевле дизель короче в этой заправке сразу идет только пост ДПС их так много и вот кому надо через эту заправку можно объехать этот пост короче просто жесть заезжаешь вот в Ростовскую область не важно откуда ты едешь с Краснодара либо там с Москвы просто заезжаешь и все нормальные дороги закончились их вот прям просто там не существует вот они все перелезалатанные подлатанные с колеями с кочками жесть вон фуры каких объезжают на центр дороги встают либо на центр полосы ну ужас короче вот мы проехали 843 километра блин едем я уже два раза машину всадил в кочку потому что это просто неизбежно нас неплохо так всех тряхнуло во вторых сколько едешь нигде асфальт вот так вот клочками на платной дороге не сделан посмотрите здесь какая жесть клочок за клочком здесь даже нереально ехать 100 потому что можешь угодить и нехило говорю вот два раза мы влетели прям в нормальные такие кочки вот так вот приходится просто вилять там жесть покрытие здесь вот клочок такой более-менее видите потом опять жесть потом опять нормальный клочок и вот так вот мы едем уже наверное километров 40 точно какие волны вот посмотрите какие волны с левой полосы идут просто ужас вот это ростовская область у меня нет слов вообще почему в других областях дороги меняют нормально при реконструкции платника а вот в ростовской области вот такая задница гляньте гляньте что творится 6 854 километра проехали так смотрите у нас на знаках новый город краснодар 463 километра нам осталось хотя у меня по навигатору типа до дома пишет 460 не знаю это так где ошибка не пойму что плотное плотное движение гляньте какое к вечеру в ростовской области так камеру чуть надо сбавить мы въезжаем в каменшахтинский до ростова 133 километра нам осталось ну потихоньку потихоньку подтягиваемся кстати скоро будет как тысячи километров как мы едем выезжаем в каменшахтинский с прекраснейшим дорожным закатом он был просто ребята великолепный я не знаю и у нас сразу здесь пост теперь дежурит пацаны так а еще еще у нас смотрите вот тут вот нас встречает вот такая вот достаточно неприятная да приличная пробка короче стоим мы как бы типа сам город от проехали а стоим получается вот чуть дальше и стоим короче мертво вот наверное уже минут пять просто вообще без какого-либо движения чем малую часть мы только как бы так проторчали в пробке еще больше короче вырвались мы из пробки простояли мы там 40 минут вообще что пробка из-за чего вообще не понял вот просто ни на чем вот так долго стоим ну это из-за реконструкции понятное дело но просто все и так я тут в одной полосе все в одну полосу просто это вся одна полоса тоже разбитая фуры все кое-как плетутся вот короче вот так вот ну вроде сейчас едем дальше еще две пробки ждет вот из-за того то что дорожное покрытие очень очень плохое люди едут все медленно легковушки фуры все вот мы едем вот со скоростью 70 километров в час хотя можно ехать 110 вот жесть этого ростовского область быстрее бы за нее выехать попасть в Ростандарский край там уже поинтереснее будет ехать ну смотрите в общем в шахтах мы снова впекаемся в мертвую пробочку он предлагал еще объехать ее вот тут вот но я не рискнул я что-то посмотрел здесь переезд что-то непонятные какие-то дороги правильно ли я поступил ну напишите в комментариях может смотрят местные и скажете что действительно вот этот объезд этой пробки он был бы конечно актуален ну ладно уж будем тогда стоять вот сейчас 20 минут 18-20 ну посмотрим сколько простоим ну что смотрите мы кое-как выкаряпкивались из пробки время 19-20 уже ребята просто жесть и кстати смотрите сейчас будет ровно тысяча сколько мы проехали короче вот будет сейчас ровно тысяча 10-21 как мы завели машину вот такие дела подъезжаем к Ростову вот такая здесь реконструкция ну сразу скажу что пробка ужасная потерять в ней конечно гораздо больше часу потеряете если не грешить если грешить то проедете быстрее гораздо все мы разгоняемся и погнали 133 Краснодар 309 Новороссийск 115 наконец-то мы выскочили на автомагистраль где можно ехать 130 все так в фонариках все так светится все так красиво аккуратно еще бы не водители которые едут влево и тупят скоростью 60 да эти фуры было бы вообще все замечательно так Ашан Мега Икея Ростов туда-сюда мы значит сейчас поворачиваем вот сюда вот на Краснодар вот прям по указателю вот еще видите Икея вот и дальше вот 140 км дальше едем прямо да в Ростове идет такая серьезная реконструкция ночью конечно ехать очень неудобно безумно плохая разметка фонариков естественно нету ничего нету и конечно ехать ну отчасти опасно поэтому если у вас мало опыта то лучше я вам конечно не рекомендую лучше заночевать где-нибудь в Шахтинске например и уже утром на рассвете продолжить путь потому что ну вот ехать вот не отбойников ничего сами вот видите вот насколько не очень комфортно как видите мы сейчас над батайским кольцом над батайским петлей проехали в первый раз вот по эстакаде которая наверху вот по одной полосе открыли раньше мы уходили в ту сторону там чик-чик петляли и выходили по моему вот как раз вот где машины вот те выезжают и видно вам не видно огоньки красные а сейчас прям на эстакаде короче прикиньте здорово подъезжаем мы к долгожданному платнику смотрите цена сейчас составит 70 рублей тем прекратите считать прям в камеру уже так и значит смотрим ну вот крайняя левая в принципе нам пойдет здесь такая парковочка видите фуру уже на ночь остаются легковушки тоже стоят так и мы вместе с вами вот вот карточку под эту пик прошли погнали так разгоняемся все поехали у нас появился новый город это Сочи 496 километров до него и мы въезжаем в краснодарский край красота все друзья мы на Кубани ура 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 наконец-то наконец-то мы тут даже вот такой вот баннер висит добро пожаловать в краснодарский край класс вот когда заезжаешь в краснодарский край на душе становится хорошо ты понимаешь что теперь будет тепло тепло будет даже если будет холодно то это все равно тепло так ну и конечно же по традиции ДПС пост он такой здесь прям с турникетами наверное я вот так вот поставлю чтоб лишний раз там в камеру не светится так очень их тут много ребят ну так ну ок у нас короче не тормознули все нормально едем ну можно сказать что мы дома хотя ехать еще прилично ну что ребятки нам осталось примерно 100 вот сейчас скажу 158 километров до Краснодара и вы знаете Краснодар нас встречает даже длинненькой погодкой идет небольшой дождик ну да ладно надеюсь завтра все будет ништяк да даже и дождю я рад в Краснодаре главное что тут тепло так смотрите мы значит проехали 1177 километров так что у нас тут еще время 21.02 вот ну еще где-то нам часа наверное полтора и мы будем дома мы к платнику подъезжаем значит 160 рублей сейчас снимут это Павловский район так значит смотрим куда нам так тут в зеленом пункте что-то фура встала да я так понял а вот проехал отлично ладно все тогда в зеленый поедем как обычно так оттормаживаемся пик отлично первый класс 160 рублей счастливых пути все снова разгоняемся парковки уже видите как забиты здесь относительно днем то да как пусто а на ночь всего все стоит спать так смотрите вот так вот плавненько мы уходим в сторону Краснодара Керчи Новороссийска Сочи вот сюда вот а прямо дорога это минеральные воды и все и нам ехать прямо всего лишь какие-то сто двадцать километров вообще понты вообще все я уже чувствую подушку одеял и матрас так прикольно впереди никого сзади тоже никого едем вообще совершенно один на всей трассе сейчас хоть фонарики будем залетать уже будет поприятнее а то и дождь и ничего не видно и один нам осталось 120 километров кстати мы подъезжаем сейчас к платнику я короче посмотрел баланс у меня на балансе осталось двести рублей платник этот стоит двести двести тридцать я короче сейчас буду проезжать в пункт где наличка потому что если вдруг у меня он не откроется то соответственно сразу наликом заплачу что потом не пятится как каракатица как мы когда туда ехали в москву такой вот у меня был как раз случай что он короче не пустил меня в минус поэтому рисковать не будем блин что-то машин так много конечно одна вторая третья ладно давайте попробуем окей кто не рискует тот не пьет шампанское да? пьем ура нам повезло 230 рублей значит сейчас у меня эта карточка должна уезжать в минус сейчас проверим ну и такой заплатил 230 рублей и едешь не как там допустим да? а вот просто 60 потому что ну идет ремонт да? одна полоса перекрыта там едет наверное где-то фура которая еле ползет вот так вот заплатил чтобы сэкономить время в итоге вот да вот видите баланс минус 162 в общем сюда надо закинуть еще хотя бы 200 рублей вот чтоб он если что там по-моему последний еще платник будет чтоб он если что его в минус угнал и все слушайте я конечно вообще не понимаю прикола вот платишь деньги реально вот заплатник и вот не едешь вот мы едем 60 километров в час на протяжении уже минут 30 наверное может быть 25 мы просто держимся за кем-то непонятно это просто какой-то ужас нам осталось буквально по 35 километров и тут видите начинается краснодарское сияние вот так вот не зеленым цветом как на севере аж желтым как на юге цвет солнца вот такие вот цвета окрашивают небо краснодаре классно вот сколько ездим если едешь вечером и есть облака то вот такое отъявление можно видеть это по-моему теплицы там подсвечиваются поэтому и вот так вот окрашивает небо вот перед нами такой знак джук по новороссийск налево краснодар прямо крымский мост тоже налево вот что он стоит на заборе вот естественно нам друзья в краснодар на юг побольше съездим поэтому подписывайтесь не забывайте ну все мы можем сказать приезжаем в город ну вот мы заехали ребятки в краснодар как говорится добрались это ростовское шоссе здесь вот тоже кстати асфальт срезали так ты что ты оттормаживаешься давай давай едь нам еще осталось 12 километров ну прямо до самого дома так ну в целом давайте подведем итог в общем время сейчас пол одиннадцатого вот показывал 22.30 нам до самого дома еще и ехать минут 10-15 и проехали мы 1325 километров пусть 1330 да вот считаю что неплохо мы уложились в принципе как я и хотел приехать вот в это примерно время чтобы не устать и вот для меня это прям кайфово вот приезжать до 11 потому что я как бы не совсем устаю ну тело конечно устает но в целом голова у меня еще работает после 11 ехать очень сложно так на топливо значит у нас ушло стандартно 7000 заехали на лампочки на заправку возвращаемся вот тоже на лампочке так что касается транспортера транспондера я вот так и не стал пополнять он не нужен был вот минус 190 с копейками да получается осталось получается что две 250 за все платники на еду мы не тратились мы решили не заезжать была своя еда вот сейчас уже дома приедем покушаем ну вот собственно и все спасибо всем кто досмотрел до самого конца очень классно поставьте лайк подписывайтесь на канал ну мы наконец-то вернулись и нас ждут новые приключения и новые путешествия это путешествие в Москву для нас было из раздела очень сложно потому что это все с документами связано там короче жесть в общем кто не посмотрел посмотрите все выпуски много для себя что интересного подчеркнете ну а я с вами прощаюсь увидимся с вами ну надеюсь в ближайшие дни в новом видеоролике всем пока